Ну что ж, до Нового года остается всего лишь какая-то неделя, но уже прямо сейчас масса мероприятий предновогодних проводятся, и не исключением Ельцин-центр. Подробнее о праздничных мероприятиях расскажут наши очаровательные гости Валерия Бармина, доброе утро, заместитель руководителя Ельцин-центра по детским программам, и Евгения Капитанихина, руководитель пресс-службы Ельцин-центра, ну и также Татьяна Кошкина, художник-флорист, она рядом с Семеном, она сейчас будет собирать елку. Да, вы пока рассказывайте. Рассказывайте, с какого события начинается Новый год в Ельцин-центре? С создания новогоднего настроения, в процессе создания которого мы все вместе участвуем, потому что это коллективное творчество, и у нас есть главные волшебники, их заместители, феи, эльфы. Сейчас все пространство центра похоже на большую мастерскую и лабораторию. Главной в этой мастерской настоящий театральный режиссер Владимир Гурфинкель, который создает спектакль новогодний, спектакль называется «Пароль, первая роль». И весь Новый год будет посвящен театру. Год театра уходит, мы с вами знаем, мы должны его торжественно, празднично проводить, так чтобы мы все запомнили этот год и ребята запомнили. А также все мы получили вот эту порцию настоящего новогоднего вдохновения, праздника и новогодней елки. Новогодней елки. Сколько вообще программ задумано Ельцин-центром? Дело в том, что Ельцин-центр это большая структура, поэтому «Пароль, первая роль» это не просто спектакль, я немножечко дополню то, что ты говорила. Евгения, это спектакль и шоу, и квест, и обучение. То есть дети, приходя к нам, как бы поступают в школу театрального мастерства, поэтому это будет проходить 4 раза в день в течение всех новогодних праздников. Кроме того, есть еще музейные программы, и кроме того, есть еще программы парка развлечений «Мьютон». Но центральным и основным, конечно, является «Пароль, первая роль», потому что полностью мы будем жить в мире за кулиси в этот период. Я вот так понимаю, что еще одним из центральных таких действий это будет мастер-класс по изготовлению елочных композиций. Вот, собственно, чем сейчас Семен с Татьяной занимаются. Мы прямо сейчас, не поверишь, взяли из вазы фрукты и палочки, которые отрезали. И зубочистки из дома. Татьяна разрешила просто добавлять в композицию и делать ее еще немного фруктовой. То есть Татьяна, вот она у вас главный украшатель, да, так сказать? Татьяна главный эльф и главная волшебница, потому что она создает новогоднее настроение. Таня, это правда, что в Ельцин-центре все оформили вы? Да. Одна? Ну, нет. А у вас много, вы хороший руководитель. Да. Вот, Таня, хочется узнать, сколько вот у вас мастер-класс занимает по времени? Ну, смотря от чего. Например, елки порядка получаса. Да какие же получасы вы это сделали за две минуты? Потому что была готова хвоя. А, она настоящая? Да, конечно. Это хвоя датской ели. Так, еще у нас были палочки из раздатка, несколько игрушек, правильно? Прошения, да. И все, что было на столе, собственно говоря. Все собрали. И получилась вот такая красивая композиция, которую я с радостью подарю сегодня кому-нибудь. Опа. Расскажи мне, пожалуйста. Ой, а Ленка зачем? Смотрите, я не сговорю. Все, Семен уже домой собирает елку забрать. Вообще, вот мы поговорили о том, что это детям будет интересно. А для взрослых какие программы есть в Ельцин-центре? Ну, во-первых, мы вот поговорили про елку и про украшения, а взрослым это всегда интересно. И украшения Ельцин-центра, они начинаются с входной группы, потому что перед входом на Стеллабаде, это площадка перед входом, вырос сказочный ледяной лес. Его делали художники из Пермин, работа почти закончена. Я думаю, что сегодня вечером, а лучше завтра утром, можно прийти и погулять по этому сказочному лесу. Но и это не все. Там будет живой огонь, и композиция, это называется лед и пламень. То есть огонь настоящий, камин будет топиться дровами, и при этом вокруг будут ледяные деревья. Когда уже можно приходить в Ельцин-центр и радоваться вот этой красоте? Завтра. Уже с завтрашнего дня? Завтра все начинается. Завтра все начинается. Семен, а можно вопрос? Там будут мастер-классы? В том числе будут мастер-классы. А вот все поделки, которые будут сделаны, изготовлены, их можно будет с собой забрать? Семен, я понимаю ваш интерес. Нет, вот все они снимают с собой поделки, правда. Ну конечно. Особенно если это дети. Все дети, кто придут и сделают поделки, смогут забрать их себе. Смотрите. Ой, 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 волшебник. Спасибо большое. Спасибо вам большое. У нас в гостях были Валерия Бармина, Евгений Капитанихина, Татьяна Кошкина и готовитель елочных. Увидимся все, я тоже приду. Все, в Ельцинце завтрашнего дня, дорогие друзья. Спасибо большое. С наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом. А у вас, кстати, какие планы на ближайшее время? Может, в театр хотите сходить, в музей, в выставки? Выставки? У вас работа, а у нас, Саша, развлечение. У нас развлечение, рубрика «Культ обзор», сейчас вашему вниманию.